Коллеги, на ваши вопросы готов ответить Михаил Михайлович Галакционов. Поздравляю с победой, ваши первые комментарии по игре. Спасибо большое за поздравление. Спасибо. Непростой матч, несмотря на счет. Прекрасно понимали, что Сочи опытная команда, играющая команда, где собраны очень квалифицированные игроки. Их структура игры была нам, в принципе, понятна. Мы очень рады, что добились победы. Но, несмотря на счет, несмотря на то, что мы выиграли, у нас есть, так скажем, некоторые моменты, которые нам надо улучшить с точки зрения качества игры. И для себя это тут четко понимаем, потому что для того, чтобы нам сделать следующий шаг в своем развитии, чтобы команда была еще более уверена, на мяче, без мяча нам необходимо больше прикладывать. Еще усилий работайте. Михаил Михайлович, вас поздравляем с победой. Мы уже привыкли к вашим победам, но у меня такой вопрос, скажем, шутливый. Не жалеете, что так поздно приняли «Локомотив» и приходится выбираться, а не бороться за призовые места? Вы знаете, у каждой ситуации свое время. В той ситуации, в которой клуб оказался, мы, в принципе, и многие скептически относились, как будет, что будет, и вообще ко всем изменениям, которые произошли. Но наша задача, мы были в себе уверены, мы были уверены в ребятах, в команде, потому что прошла серьезная работа на сборах. И мы уверены в своем направлении, мы не шарахаемся, мы понимаем, что мы хотим от них, те требования, которые мы им предъявляем. Поэтому загадывать и планировать что-то неправильно, потому что, знаете, как есть такая пословица, чтобы не разочароваться, не надо очаровываться. Поэтому мы спокойно работаем, спокойно работаем, трудимся, ребята пашут, требования им понятны, и нам надо еще раз говорю сделать так, чтобы мы по качеству игры, как я уже сказал в начале, когда команда фундаментально по качеству сильная, по качеству игры, тогда и результат будет. Победа, Михаил Михайлович, приятно смотреть такой качественный футбол. Потрай мне Стаса Магеева, пожалуйста, пару слов. Ну, будем надеяться, что ничего критичного, но нога немножко поехала, поэтому сразу произошел определенный дискомфорт в коленном составе. Будем надеяться, пройдет обследование, и дальше от этого толкнемся уже. Я понял. Второй вопрос больше под игре непосредственно. Я посчитал, примерно 80% атак идет низом. Эстетика великолепная. Но все-таки, имея Артему Дзюбову, так скажем, на переднем крае, может быть, стоит не пренебрегать навесами, их немножко больше делать? Да, вы знаете, есть определенная вариативность и в наших подготовительных фазах, когда нам надо играть низом, когда надо играть верхом, когда надо играть через фланги. Ситуация диктует на поле, что делать игрокам, поэтому понятно, что мы ставим определенные задачи и нашим игрокам по амплуа, что они должны делать, сколько должны делать кроссов, сколько передач. То есть требования для них есть. Поэтому и естественно над этим работаем. Коллеги, есть вопросы? Помогу немножко Роману. Очень интересно было послушать два ваших коротких диалога с Артемом Карпукасом в первом тайме. Что ему говорили? Он несколько так реагировал нервозно, как мне показалось, или я ошибаюсь? Да нет, нам не показалось. Может быть, ребята, понятно, что они в игре, и эмоциональный какой-то посол есть. Нам просто очень хотелось, чтобы больше остроты было, чтобы больше игры было вперед, чтобы ребята не боялись этого делать, потому что любая передача промежуточная, или низом, или поперек, она немножко темп игры сбивает. А нам хотелось бы, чтобы мы играли более динамично, не боялись рисковать. Вот в этом-то в плане и нацеливали наших ребят.